здравствуйте дорогие друзья приветствуем нашем канале finishing group и сегодня мы хотели бы поговорить с вами о манометрах по манометрах механических и о манометрах электронных для чего что нужно когда нужно когда не нужно и какие манометры в общем то нужны дело в том что мы с вами знаем что бывает механические манометры которые устанавливаются на любые типы краскораспылителей и на некоторых типов краскораспылителей существуют еще электронные манометры они бывают там на краскораспылитель xagolo devil bis sata для чего же все это нужно и мы с вами точно знаем что очень часто то что у нас ограничивает покупки электронных манометров это его цена цена манометра электронного она как правило там в разы дороже чем цена манометра механического если вообще тогда резон покупать этот манометр а если в общем то есть дешевле и он тоже нам показывает давление дело в том что механический манометр так как он механический как правило имеет достаточно большую погрешность погрешность среднестатистическая условно такая погрешность у механических манометров она равна примерно от 10 до 20 процентов от тех значений которые он показывает теперь мы с вами возьмем пару маляр колорист у колориста который готовит краску есть манометр свой у маляра который уже наносит эту краску после после подготовки этой краской тоже есть свой манометр и вот колористом хорошая аккуратная девочка четко знает что давление распыления нужно ставить двоечку она на манометре поставила два бара и начала подготовить подготовку вы краски а учитывая даже минимальную погрешность фактическое давление может быть не два бара а там даже минимально 2 и 2 там или 18 ну к примеру возьмем 2 и 2 у нее будет несколько выше давление она подготовила краску все показала образец маляру маляра посмотрел все четенько все нормаленько цвет совпадает залил краску свой краскораспылитель установил ту же двоечку а у него например давление по учитывая погрешность он поставил давление двоечку фактическое давление будет 18 то есть разница между манометром у колориста 22 бы две десятых бара да и у давление то что у маляра тоже две десятых бара суммарно четыре десятых бара на двух барах стандартно это 25 процентов погрешности ребята на сложных цветах и на там серебре например это гарантированная гарантированный оттенок в света передачи который не зависит не от колориста не зависит не от маляра потому что работает именно так работает просто механический прибор неважно какого он производства немецкого английского испанского или даже китайского это минимальные значения конечно же оттенок цвета может зависеть от еще от огромного количества параметров и разница бы давлению то один из них но тем не менее эта штука у нас постоянно присутствует теперь обратимся к электронному манометру электронный манометр это прибор который дает нам погрешность пять сотых бара и даже если этот электронный манометр стоит хотя бы у маляра хотя бы у маляра это как бы дает нам в данном случае снижение погрешности как минимум на 50 процентов когда это происходит очень многие могут сказать нет у меня и механический манометр я крашу меня все нормально все четенько все нормально и эти люди по по сути в большинстве случаев правы а дело в том что вот этот погрешность человеческий глаз он тоже не совершенными вот это вот погрешность видим в основном на именно сложных цветах это серебро какое-то яркое серебро это трехслойные перламутры это красные ярко-красные цвета где оттенок цвета зависит от количества слоев то есть мы знаем что нам некоторых сложных красных цветах мы дадим меньше количества слоев у нас оттенок будет такой более яркий более морковный если большее количество цветов чем надо у нас оттенок уходит такую вишневую в синеву что ли что называется вот именно на таких моментах у нас и будет происходить разнотон и без того цвет сложный и тем им им тоже своим как бы давлением из погрешностью в давлении мы еще добавляем а наших косяков и вероятности перекраса таких вещей поэтому наши рекомендации что базовый пистолет именно базовый пистолет учитывая то что сейчас все больше и больше красок появляется именно сложных там трехслойные еще какие-то очень много цветов которые содержат ксералики рекомендация устанавливать на базовый пистолет электронный встроенный манометр потому что он обезопасивает вас очень от серьезных ситуаций в то же время если например вы пользуетесь лаковыми пистолетами то здесь при нанесении лаков ну не столь важны прям вот четкие четкие соблюдения параметра давления хотя они тоже важны никто не 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 убегает от этого вопроса важны да но не так критично поэтому на лакового пистолета совершенно спокойно а если вы будете ставить механический манометр при этом у вас все будет нормально все будет работать потому что даже если у вас какие-то погрешности по давлению будут на лаком пистолете у вас не будет столь заметных косяков которые вам потом придется переделывать то есть это может быть например ну неправильно у вас будет выставлен давление там сухари может быть будут которые можно полирнуть там или либо там немножко неправильный шагрей с ней тоже можно будет полиролью поработать хотя это тоже как бы дополнительные затраты в общем тоже не очень хочется но тем не менее там есть эти моменты устранимые изменение цвета на базе понятное дело что элемент не устранимый просто банально придется перекрасить и если например мы возьмем там те же грунтовочные пистолеты я знаю людей как и как бы и станции техобслуживания которые в принципе на грунтовочные пистолеты не устанавливают манометр вполне достаточно манометр который у вас установлен на фильтре и этого этого давления изменения давления на фильтре где стоит манометр вполне достаточно просто нужно учитывать ту формулу что шланг длиной 10 метров и с внутренним диаметром 8 миллиметров дает вам падение давления примерно в 1 бар поэтому если вы знаете что вам нужно сюда двоечку вы 3 примерно 3 бара ставите на фильтре и на 10 метровом шланге получаете сюда примерно двоечку с той же примерно погрешностью что и на манометре может быть чуть чуть выше но примерно плюс минус той поэтому мы как бы устанавливаем от элементы для измерения давления по степени ответственности нашего оборудования до самой ответственно базовая рекомендации электронный лаковый вполне достаточно механического и грунтовочные либо механический либо мы спокойно совершенно можем грунтоваться имея манометр у нас на двуступенчатом фильтре в окрашенной камере на этом все спасибо за то что вы меня смотрели спасибо за то что уделили время подписывайтесь на наш канал всего хорошего